Ледовый дворец в столице Чувашии скоро перестанет быть долгостроем, сказал сегодня журналистом министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников и аргументировал это заявление. Подробнее в следующем сюжете. Объект был включен в федеральную целевую программу в 2012 году. В 2013 началось активное строительство. В Чувашии подобного спортивного комплекса еще не было. По сути в Чебоксарах создается ледовая площадка уровня континентальной хоккейной лиги. В ходе строительства периодически возникали осложнения, связанные с финансированием. Сейчас работа нормализовалась, средства есть, вот только полностью наладить систему снегозадержания пока не позволяют погодные условия. Но последствия недавнего обвала парапета из-за большого объема выпавшего снега устранены. Единственное, генподрядчик должен был своевременно расчищать кровлю в ручном режиме, чтобы скоплений не было большой массы снега. Что он и делал. Но когда погода пошла уже в плюс в резке и пошли подвижки масс, генподрядчик принял решение людей не ставить на вот это крыло, на котором мы сейчас находимся, с целью того, что мог быть несчастный случай. Он был бы, естественно, было согласовано с нами. А вот на внутреннюю отделку погодные факторы не влияют. Уже установлено современное холодильное оборудование для поддержки температуры льда, которое, опять же, ранее в Чувашии не применялось. Во дворце будут функционировать две ледовые площадки – игровая и тренировочная, где найдут свое развитие такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Даже тестовую заливку льда уже успели оценить специалисты из Санкт-Петербурга. Завершены уже более 95% строительных работ. Фактически остается только помыть, кое-где подкрасить на второй раз. Все технологическое оборудование смонтировано, завершается пусконаладка, идет поставка оборудования. Оборудование, прежде всего, мебель, спортивное оборудование, его монтаж, ну и, конечно, уборка. Подумали не только об удобстве спортсменов, но и зрителей. Вместо изначально запланированных 3,5 тысяч посадочных мест, установлено около 7,5 тысяч, причем более широких и удобных, предусмотрены и вип-кабины. Один из сложнейших проектов Чувашии предполагают ввести в эксплуатацию уже в первом полугодии. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.